Добрый вечер, уважаемые коллеги! Вот я-то точно, наверное, не в той секции, но, тем не менее, может быть, кому-то будет интересно просто информативно эта тема. Я начинающий, не молодой, но начинающий учёный. И, естественно, так как мои корни белорусские, и мне стала интересна эта тема, именно этнической идентичности, ощущения белорусов на российском пространстве. И тема идентичности на сегодняшний день, этнической идентичности актуальна, особенно после распада Советского Союза. Каждая из республик стала искать, у кого потерялось, у кого было вполне себе быстро сориентировались. В республике Беларусь это очень был и продолжается процесс становления, может быть, и поиска самобытности культуры, потому что вот вчера нам сделали замечание, что нельзя рассматривать почему-то отдельно белорусскую культуру, потому что это слияние украинской, и даже еврейской, и литовской, и польской культур. Но это мнение, да, то есть если вы спросите у любого культуролога в Беларуси, то такого мнения плавающего нет, да, то есть есть определенные традиции белорусские, которые сложились веками именно на тех территориях, где был заложен белорусский язык, и Великая княжесть Христовская, которая имела свой старобелорусский язык, и государственные документы были написаны. Сейчас вот в 2018 году был издан Кодекс о культуре, который является последующим документом именно после оригинала в Княжестве, Великое княжество Литовского кодекса о культуре, он написан на белорусском языке, тоже оригинально, и в республике взят курс на именно возрождение, сохранение, популяризацию национальной культуры, то есть в республике вопрос не стоит о том, как мы себя чувствуем, кем мы себя чувствуем. Ну это если на возлобу вчерашнего дня остались такие ощущения. Ну, касаемо белорусов, которые проживают на территории России, конечно, нужно понимать, что эта национальная идентичность, она различна, этническая, правильно сейчас говорить, этническая идентичность, она различна, потому что зависит от локализации белорусов, которые проживают на территории. Я хочу отметить, что вопросами популяризации традиционной национальной культуры Беларуси занимаются такие общественные организации, которые имеют государственные статусы и определены государством российским как национальной культурной автономией. Они также и существуют в форме работы белорусской диаспоры. Можно следующий слайдик. Можно следующий. Вот я отметила, что около 80, но если точно, это 77 организаций региональных, 13 местных, 23 общественные организации, 29,5 отделений есть, вот даже очень активных в Тюменьской области, и 6 музеев и центров, это вот на всей территории России существует такое количество белорусских объединений. Что хочется сказать, что очень активное обращение к традиционной культуре именно в тех регионах, которые удалены от Беларуси. Там этническая идентичность очень рано возникает и остро ощущается, потому что люди находятся очень далеко, и посетить родные места или даже это родина там предков во втором и в третьем колене бывает очень сложно. Естественно, что люди стремятся объединиться там, создают коллективы, самодеятельные коллективы, которых вот наша организация даже издала такой сборник, порядка 30 таких коллективов, которые выезжают на разные фестивали фольклорные, участвуют в них именно как белорусские коллективы с белорусским репертуаром. Многие из них имеют репертуар совместный, и русские песни, и те регионы, потому что вот в Башкирии, например, тоже есть региональная национально-культурная автономия, и они соединяют культуры тех народов, на территории которых располагаются. Таким образом происходит вот эта межкультурная коммуникация, которая ввиду того, что это славянские народы, ни в коем случае она не конфликтует, а просто помогает человеку понять себя, потому что традиции — это очень глубокие такие знания, которые передаются из поколения в поколение. И порой человек вот только до какого-то возраста, он начинает спрашивать себя, да, а почему, почему я так мыслю, почему мне это интересно, почему мне интересны эти песни, танцы. Возможно, вот эти вопросы побуждают человека и приходить в организации, заниматься творчеством, и поэтому вот именно участие коллективов самодеятельных белорусских в социокультурном пространстве очень активное, ввиду того, что языки одной группы восточнославянской, и ввиду этого лёгкое освоение языка происходит, да, даже на генетическом каком-то уровне человеку легко перейти на белорусский язык, даже не разговаривая ранее, а просто общаясь с людьми. Ну, я тогда перейду сразу к своему опыту, потому что, находясь здесь, в Москве, мы столкнулись с такой проблемой, как ассимиляция белорусов в Москве. И проходит большое количество времени, порядка пяти лет, пока человек почувствует вот эту вот необходимость исследования этнической идентичности, которая у него где-то там есть. А те, кто приезжает из Беларуси, сначала быстро становятся москвичами, долго ими остаются, а потом в какой-то момент всё-таки из-за, знаете, я сама тоже приехала из Минска, и поэтому я, ну, только потому что я знаю все эти этапы культурологического шока, и всю эту адаптацию, я быстро влилась вот в эту жизнь, а люди испытывают некоторые трудности, и многие уезжают, просто не справляются. Не только с темпом жизни, а вообще с менталитетом, с другим немножечко, с другими, с другим общением даже, я бы сказала. Ну, это на бытовом уровне всё, конечно же. И когда мы стали думать о том, как же использовать это традиционное воспитание, традиционную культуру в наших целях, в целях побуждения к тому, чтобы человек как-то обратился к своей этнической идентичности, и, естественно, мы пришли к тому, что это нужно делать через подрастающее поколение. Потому что именно так передавались эти традиционные знания, да, эти обычаи, эти традиционные установки, которые были незыблемы, и которые человеку давали объяснение, как нужно жить. Вот эта вот традиционная культура всегда отвечала на эти вопросы. И, возможно, мы и пойдём правильным путём, вот мы создали, можно следующий сайт, ещё, ещё, ой, сайт. Ну, вот это коллективы, я пропустила это коллективы, я взяла такие небольшие фотографии, вот в Иркутской, Ростовской области, в Новосибирске, то есть где-то аутентичные костюмы, где-то костюмы, конечно, периода Советского Союза. Кто на что гораст, конечно, всё достаётся из архивов. Но на сегодняшний день даже в самой Беларуси я хочу отметить, все костюмы фольклорных коллективов стараются выполнить в традиционных техниках вышивание крестиком, вот в Говисской области гладью. Но, тем не менее, это же и транслируется на самодеятельные коллективы, которые постоянно проходят обучение в Беларуси, для них специально проводятся мастер-классы, ну, для желающих. Вот, можно следующий тогда? И вот совместно с Центром славянских культур мы, да, хозяевами сегодняшней одни мы, является наша познавательно-развлекательная студия для детей, где мы хотим использовать традиционную культуру для того, чтобы людей, которые почувствовали, конечно, прежде всего родители, да, почувствовали вот эту необходимость этнической идентичности, ощущение, что вот есть, я хочу это познать, и привели своих детей, мы хотим с помощью сказок, игр, поговорок, как пение каких-то детских песенок, да, заложить те же самые нормы, правила поведения, которые необходимы любому человеку, да, и, конечно, мы стараемся показать, что они схожи, эти культуры, что и потешки, и песни, что есть какие-то переплетения в этом всё. Дети с удовольствием играют, и даже те, кто не знает белорусского языка, мы потихонечку с ними разговариваем, какие-то слова я произношу, они повторяют за мною, конечно, это очень потешно со стороны выглядит, но тем не менее, вот ещё раз повторюсь, наша приоритетная задача — это заложить вот фундамент того, что в традиционной культуре есть много норм, которые помогают человеку сформировать своё мировоззрение. Вот таким образом наша деятельность вылилась и в разговорный клуб, белорусский разговорный клуб, который тоже открывается у нас 20 ноября официально в Центре славянских культур. Но это не претензии на какие-то занятия шкалярные, это просто для людей, которые опять-таки почувствовали свою этническую идентичность с белорусским этносом, и хотят, кто-то хочет просто вспомнить то, что знал, кто-то хочет общения, потому что есть очень много, как оказалось, белорусов, студентов, кто замечательно говорит на белорусском языке, не будучи рождёнными в Беларуси, а здесь родители, они поддерживали эту традицию, разговаривали, и вот они пришли к нам с замечательным языком, и помогают, я думаю, что они будут и помощниками нам. Были люди, которые вообще пришли без каких-то генетических предрасположенностей к Беларуси, но имеют большой интерес к культуре, опять-таки, да, то есть есть какие-то удивительные люди, молодые люди, которые всей душой любят Максима Богдановича и хотят прочитать его в оригинале. Хотя вроде бы он и на русском-то почти так же звучит, как на белорусском, но тем не менее, вот уже два человека зафиксировано, что они хотят прочитать Богдановича в оригинале. Поэтому я думаю, что вот этот вот диалог культур, который возможен благодаря вот такому пространству, как Центр славянских культур, он помогает людям просто познавать мир, познавать мир разными путями. Вот, спасибо. 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 Продолжение следует...